Привет, друзья! В эфире снова Newsbox. С вами Лена Волфонская и Russian Music Box продолжает знакомить вас с новой порцией новостей. Все самое актуальное и интригующее. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все интересное и важное. Почему зрители так любят шансон? Как прошел сольный концерт Дианы Арбениной в Витебске? Самое интересное об этом вы не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Newsbox. Любовь Успенская, Михаил Шипутинский, Александр Розенбаум и еще много других артистов, известных нам с детства. Исполнители шансона – люди, умеющие заглянуть прямо в душу. На их концертах зрители не сдерживают эмоций. Они поют, плачут, смеются. Антон Пескорский поинтересовался у музыкантов, почему, по их мнению, шансон так приглянулся публике. В рамках Славянского базара в Витебске прошел большой концерт исполнителей шансона. Несмотря на то, что шоу проходило уже после официального закрытия юбилейного фестиваля, интерес СМИ и зрителей к происходящему был велик. Потрясающе принимают, с такой любовью здорово. Публика горячая, очень такая, уже давно горячая, мне кажется, все дни фестивальные. В зале не было свободных мест, зрители даже стояли в проходах. Казалось, что посмотреть и послушать Любовь Успенскую, Елену Ваенгу, Михаила Шипутинского и многих других собрался весь город. Шансон, он поглубже, он где-то с философией, он сам изнутри пошире и в то же время где-то, может быть, даже попроще, почеловечнее и народ к этому тянется. Сами представители шансона признаются, что в обычной жизни являются зачастую меломанами. И росли они, и вдохновлялись исполнителями, которые, казалось бы, вообще не могут стоять в одном плейлисте. И Высоцкий, и Галич, и ACDC, и Rolling Stones, и Weather Report, и в общем, все на свете. Кто повлиял на вашу творчество? Вы знаете, наверное, ЕС. Любовь Успенская вдобавок еще и экспериментирует с исполнителями разных музыкальных направлений, записывая неожиданные дуэты. Хоть на концерте шансона певица исполнила уже классические «Пропадаю я» и «Толи пели, то ли плакали», но за кулисами рассказала, что совсем скоро удивит зрителей кое-чем новым. А я еще сейчас на новую волну еду с новым дуэтом с Домиником Джокером. Да, подождите, ребята, я еще не конец, у меня не конец. Какое боюсь? Я наоборот, я наоборот готова, я, ну, таким, всяким разным изменением, ну, мне это нравится. Главное, что зрители довольны, и подобные эксперименты точно приходятся по душе, судя по рейтингам в различных чартах. Славянский базар 2016 в Витебске порадовал зрителей всех возрастов. Впереди целый год ожидания, следующая встреча на музыкальном фестивале. За это время зрители успеют прийти в себя от прошедших концертов и вновь соскучиться по любимым артистам. Группа «Ночные снайперы» завершила сезон сольным концертом в Беларуси в рамках Славянского базара 2016 в Витебске. Зал аплодировал коллективу стояк, пел и прорывался сквозь грозных охранников, чтобы лично вручить Диане Арбенина цветы. На концерте побывала и наша съемочная группа. Подробности прямо сейчас. Концерт группы «Ночные снайперы» стал неофициальным, но окончательным закрытием фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Соскучившиеся по настоящему року зрители задолго до начала собрались у входа. В качестве благодарности за преданность Диана Арбенина попросила охранников пустить их на саундчек группы. А к 10 вечера летний амфитеатр уже полностью заполнился зрителями и почти без опозданий концерт начался. Концерт в Витебске стал завершающим весенне-летнего сезона. В туре выживут только влюбленные. Эта пластинка снайпера вышла в феврале. За это время группа дала более 70 концертов в разных городах и странах. Но в Витебске Арбенину с командой встречали как-то особенно тепло. Я сегодня вышла на сцену и собрала все сливки, потому что сцена помнит все выступления. Поэтому вся энергия, которая была за время «Славянского базара», вся эта энергия скопилась именно сегодня. И мы ее такие, опа, и сняли. Завершился концерт после полуночи. Диана поблагодарила зрителей за прием и поторопилась уехать. Ведь сразу после концерта коллектив до осени разъезжается отдыхать. Тимур Тимбек Фэмили представил свой шестой студийный альбом. Поклонники хора Турецкого во время концерта вышли на сцену. Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Лена Волхонская. Будьте позитивными! Субтитры создавал DimaTorzok